13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. О своё особое мнение сегодня будет высказывать председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Максим, добрый день. Добрый день. Удобно, если я к вам по имени буду обращаться? Тем более, что у вас есть партийная... Раньше когда-то это говорили кличка, сейчас я не знаю, как это называется. Партийное прозвище, звание. Товарищ Максим, да? Да, это правда. Максим. Откуда, кстати, такое прозвище? Ну, когда так сложилось, поскольку я по имени Максим, шаг за шагом меня товарищи сами начали называть «Товарищ Максим», и оно уже стало партийным псевдонимом фактически. Я сразу скажу нашим слушателям, что, скорее всего, для вас, слушатели, Максим Сурайкин, не очень известное лицо, потому что на московском эхе я не встречала ваших Максим интервью, да и у нас в первый раз, да и в городе, наверное, в нашем первый раз. Ну, видите, я очень признателен вам, что вы пригласили, хотя их в Москве имеет несколько так аудиторию, имеющую разные взгляды с нами, да, как коммунистами, поэтому... У нас разные слушатели есть. Ну, это безусловно, но в целом, да, поэтому меня часто приглашают на русскую службу новостей, на «Говорит Москва», на «Радио Комсомольская правда», да, но вот с эхо как-то первый раз, так что очень приятно. А, кстати, нет, на региональном эхе, по-моему, в Оренбурге я был еще, меня тоже приглашали, так что вот как-то центральное эхо, наверное, опасается меня звать, поэтому вам большое спасибо за возможность. Ну, вряд ли они опасаются, может быть, просто не было случая. Нам бы, конечно, хотелось всех выслушать, поскольку вы приехали в Киров, то понятно, что идет в предвыборный период, напоминаю, что у нас выборы и в Законодательном собрании области, и в Государственную думу в этом году, понятно, что это тоже, это связано с выборами, поэтому мы считаем, что это важно. Важно людям узнать, кто приезжает, с какими целями и с какими постулатами. Честно вам скажу, что в Киров я не только по поводу выборов приезжаю, это вообще... Рассказывайте, у себя с чем вы приехали. Я могу сказать, что это вообще один из моих любимых регионов, как так исторически сложилось, еще когда я был молодым членом КПРФ, еще в 90-е, мы создавали коммунистическую молодежную организацию, Совет коммунистической молодежи, и одна из моих первых командировок была как раз в Киров, летом 98-го года, тут была тогда патриотическая организация «Россия молодая», и мы делали агитпоис по районам области, я тогда пять районов проехал уже тогда, поэтому с Кировской областью у меня много связано, здесь много и друзей, и товарищей, и партийных товарищей, поэтому за эти годы, ну, десятки раз я бывал в области по разным вопросам, как просто к друзьям проезжал, так и в рамках политической борьбы и работы партийной, я тоже здесь бывал. А с тех пор у вас, говорите, остались товарищи, эти товарищи имеют какую-то партийную принадлежность? Ну, безусловно, есть и члены КПРФ, которые там пока еще остались, но думают перейти к нам в партию, да. Вы не воюете с КПРФ, вы дружите с ними? Мы четко разделяем членов рядовых КПРФ, да, и руководящую часть. Если мы видим, что Геннадий Андреевич, его команда и во многих обкомах такая ситуация полностью коммерциализировалась, превратили политический процесс фактически в личный бизнес, то рядовые члены КПРФ там подавляющее большинство, все-таки честных, настоящих коммунистов, с ними у нас нет разногласий, мы втихаря с ними дружим, потому что, как правило, как только член КПРФ проявляет публично, да, отношение к нашей партии, на него начинаются внутрипартийные репрессии, потому что руководство КПРФ, конечно, очень нежно реагирует на нашу партию, потому что они, наверное, понимают, что в итоге избиратели и сторонники коммунистической идеи могут отдать почтение альтернативной группе. Вот здесь очень к месту вопрос сайта. Напоминаю, что на сайте хакера.ру есть возможность задать вопросы нашим гостям. Василий пишет, как вы относитесь к главе КПРФ Кировской области Сергею Мамаю? Вот, как руководство регионального отделения, знаете ли вы личность Сергея Павлиновича? Ну, честно вам скажу, что, наверное, в период, когда я еще был членом КПРФ, до 2004 года, я туда много еще ездил тогда, ну, казаковцы, вторцы его небесные возглавлял ком КПРФ, наверное, с Мамаевым сталкивались, поскольку это уже больше 10 лет прошло, я его лично не знаю. Но, тем не менее, вот та информация, которая поступает, свидетельствует о том, что он, в принципе, проводит ту же самую политику, которую и в целом федеральная руководство КПРФ. Что логично, наверное. Да, что логично. Ну, понимаете, ситуация какая? Вот в 2004 году в КПРФ произошел расход. Это, конечно, очень плохо в ком-движении, мы считаем, что надо объединять всех коммунистов, но он был как раз связан с тем, что тогда процесс коммерциализации, решение собственных вопросов за счет партии был только на уровне самого Геннадия Андреевича и маленькой команды, которая сосредоточилась тогда в президиуме Центрального комитета КПРФ. Когда произошел раскол, и те, кто был против этой политики, вынуждены были уйти из КПРФ, а это порядка 50 тысяч коммунистов, Геннадий Андреевич продолжил вот этот процесс переформатирования партии в партию личного типа, где на всех уровнях находятся люди, которые решают коммерческие, в том числе, собственные задачи. И мы видим, что, к сожалению, Кировский обком КПРФ в этом не исключение, это очень печально. А Вы говорите, что КПРФ это партия личного типа, и там все, как минимум, главы решают свои конкретные коммерческие, в том числе, задачи. Не все, а именно речь идет о руководящих структурах. Руководящие структуры, верхушки. То есть вот этот процесс, который в 2004 году начался на самом верху, он сейчас уже спустился на многие обкомы. Есть отдельные обкомы, я много езжу по стране, где-то, наверное, регионов 70 я практически объездил, которые еще как бы пытаются держаться, исходя все-таки из коммунистических убеждений. Но большая часть обкомов уже коммерциализировалась, потому что либо пришли бизнесмены в КПРФ, которые стали секретарями обкомов, возглавили вообще обкомы, и у них психология уже другая, они пришли как в бизнес, они купили бренд и им торгуют. Либо, к сожалению, там пришедшие новые первые секретари, потому что, скажем, Казаковцева можно было критиковать за что-то, но он все-таки прошел 90-е, восстанавливал партийную организацию, царство ценно-небесное, я имею в виду предыдущего первого секретаря обкома. И он был коммунистом. И, скажем, для убежденного коммуниста многие вещи неприемлемы. Люди, которые уже следующей волной пришли, особенно в системе, когда уже коммерциализация на всех уровнях, они уже, как это в народе говорят, берегов не видят, к сожалению. А в других партиях ведущих какая-то другая ситуация? Вы имеете в виду, что ЛДПР со своим руководителем не решает каких-то бизнес-задач? Или в Единой России в ее руководителях местных отделений нет бизнесменов? Так мы о том и говорим, что это все характерно для буржуазных партий. Коммунистическая партия это всегда было иное. Это объединение коммунистов убежденных, которые исходят из своих убеждений, а не коммерческих интересов. То есть Вы считаете, что КПРФ предало... Руководство КПРФ предало все идеи и идеалы, и руководство, и столько собственных... Я Вам могу сказать, что очень интересно сейчас идет процесс в Москве. Мы, в принципе, думали, что КПРФ никогда с нами судиться не будет, потому что, исходя просто из даже утилитарных вопросов, что это пиар определенный нам, у нас пока огромная проблема с тем, что у нас ресурсов не хватает, информационных, экономических. Многие люди просто не знают, что есть альтернативная Компартия, что она из себя представляет. Поэтому еще раз Вам спасибо, что пригласили. Но несколько лет назад они, видно, понимая, что уже держать нас и бороться с нами в официальном политическом поле, они не в состоянии. Они начали подавать суды, как на снятие наших списков, кандидатов. У нас вот за предыдущие пару лет, ну, десятки, сотни наших кандидатов были сняты по иску КПРФ. Хотя мы, например, в некоторых регионах, где мы видим, что коммунисты настоящие идут от КПРФ, мы снимали даже в пользу кандидатов от КПРФ, как своих одномандатников, так и даже в списке. Так вот, в Москве Центральный комитет КПРФ подал иск в Московский городской арбитражный суд против нашей партии, фактически с требованием запретить нам быть коммунистами. То есть выяснилось, что, оказывается, Коммунистическая партия Российской Федерации это торговый знак официально зарегистрирован, который они рассмотрят как свою коммерческую собственность. Они считают, что наше существование и наше наименование нарушает их коммерческое право и требуют нам запретить использовать наименование, запретить быть коммунистами. И в том числе в мотивировке этого иска, очень интересно, мы тут читали с юристами, просто ахнули, да, написано, что, ну, понимаете, как бы уже изначально странный иск запретить в коммерческом суде, да, могу радиослушательного напомнить, что арбитражный суд рассматривает иски между юридическими лицами по коммерческим спорам хозяйственным, да, и каким боком туда относится политическая деятельность, непонятно, да. Так вот они в основании иска написали, что избиратели являются потребителями политических услуг, вот. Они не так далеко от правы. Да, ну, то есть коммерческий такой подход, и вот поэтому они считают, что их коммерческое право нарушено, и суд должен запретить нам быть коммунистической партией. А какой стадии разбирательства? Прошло уже так, 5-7 заседаний, мы постоянно представляем экспертные оценки, документы, они каждый раз сталкиваются с тем, что они видят, что они проиграют процесс, каждый раз просят его отложить, хотя тоже, честно говоря, лукаво заявляют, что суд сам затягивает, но вот последние 3-4 заседания были по требованию представителя КПРФ перенесены судом, очередное заседание будет 12 мая в Москве. Ну, посмотрим, мы считаем это полностью абсурдный иск, но, с другой стороны, буржуазное правосудие иногда тоже логике не подчиняется. Вы знаете, партия, нельзя сказать, что совсем уж молодая, но, тем не менее, устойчивое мнение существует в обществе. Я опросила наших спикеров перед вашим приходом, это люди, известные в городе, с мнением, понятно, многие из них партийные, есть беспартийные. Что такое коммунисты России? Коллега журналистов спросила, и большинство из них говорят о том, что коммунисты России – это партия, спойлер, которая и создавалась, и сейчас существует для того, чтобы оттянуть голоса избирателей от как раз коммунистов, КПРФ, я имею в виду, от КПРФ. Что вы скажете по поводу этого мнения? К сожалению, это мнение, которое усиленно пытается вбивать лично Геннадий Андреевич и сама КПРФ, потому что понятно, что как только возникает альтернатива, у сторонников коммунистических идей возникает выбор – поддержать ту компартию, которую 25 лет им обещает, имеет всю такую историю, которую мы знаем, или все-таки доверить новым молодым коммунистам возможность представлять их интерес. В принципе, для КПРФ это смерти подобно, потому что она настолько во многих регионах буржуазиалов, как это правильно называть вещи своими именами, что мы видим, что мы уже где-то от третьей до половины избирателей нас поддерживают. А от третьей до половины избирателей тех, кто традиционно голосует за коммунистов. Другой вопрос, что мы не всегда можем... А на основании чего? Как вы это видите? У вас опросы проходили, что из регионов по выборам... Где-то 100 депутатов избрано уже от нашей партии за 4 года. 100 депутатов чего? Разных уровней, от муниципальных до областных. У нас даже есть... О стране. Да, регионального уровня, например, в республике Хакасия, мы 6,5% поддержки избирателей получили, там несколько депутатов. Во многих муниципалитетах, где-то регионах в 20-25, в том числе, скажем, в Майкопе, Адыгея, в Белгороде у нас, где куда-то прошли по списку еще там. Ну, то есть у нас уже есть эта поддержка избирателей, причем, скажем, на муниципальном уровне, где у нас хватает, как правило, ресурсов удержать результат, защитить его. Мы имеем либо сопоставимые с КПРФ результаты, либо даже больше. Потому что, скажем, например, вот первые выборы в 2012 году, когда мы смогли приобрести статус партии, мы в Карачаевскую городскую думу получили 16,8%, а КПРФ получило 14%. Вот вопрос любому разумному человеку. Покажите мне того спойлера, который получает результат больше, чем того, кого он должен там притормаживать. Встает вопрос, кто вообще спойлер в этой ситуации. Мы сейчас должны прерваться с вами на короткую буржуазную минутку. У нас реклама в эфире. Хорошее выражение. Буржуазная минутка. С Мамаевым-то будет встречаться, нет? Нет, зачем? У нас такое, то есть вот там, скажем, обкомы, где как бы есть там реальные коммунисты, да, у руководства, мы там потихоря приговоры ведем. Мамаев-то сильный такой. Нет, он сильный, но он тоже достаточно коммерциализированный, да, поэтому какие-то могут быть у нас в соотношении, да. Если все равно для него доминант решения экономических вопросов, поэтому тут... То есть если какие-то обкомы там отдельные, где еще там руководство коммунистическое сохранилось, мы можем там договориться о совместной борьбе против там Единой России, там против Единой Администрации, там за что-то там, за пенсию, за что-то еще. Я говорю, там такие вопросы, мы же понимаем, что договориться невозможно. Пойдет все продаст быстренько. Да. И будет полностью счастлив. Статистика есть? Я хотела спросить, какое количество членов фартии сейчас наличие? В Кировской области или в Северной России? Вообще все. Ну, у нас где-то мы, поскольку учет мы постоянно ведем, да, и там кто-то входит, кто-то входит, или все-таки, к сожалению, примеры, мы где-то около 50 тысяч членов насчитываем, да? Сейчас каждое. Угу. Программа «Особое мнение» в эфире. Светлана Занькова, микрофон. И особое мнение сегодня высказывает Максим Сурайкин, лидер партии «Коммунисты России», товарищ Максим. Максим, вы сказали до перерыва, что вы уже оттянули от трети до половины голосов у партии КПРФ на выборах разных уровней. Ну, некорректно. Не оттянули, получили поддержку. Получили поддержку тех, кто раньше голосовал за КПРФ. Да, ну, я вам могу сказать, что часть этих товарищей, они многие от безысходности голосовали, потому что, если мы, например, вспомним выборы 95-го года, 99-го года, тогда, скажем, была альтернативная компартия РКРП, российская рабочая, коммунистическая партия, возглавляемая сначала Анпиловым, потом Тюлькиным, я думаю, ради слушателей помнят еще эти фамилии, так вот в 95-м году РКРП получила 4,5% поддержку избирателей на выборы в Государственную Думу. В 99-м, 2,5%, но там еще был Сталинский блок в главе с Анпиловым, тоже около 2%. То есть в пределах как минимум 5% избирателей внутри так называемого электората КПРФ, да, никогда не собирались за КПРФ голосовать по вот вышеназванным мною причинам, потому что они понимали, что из себя представляет Зюганов, что из себя эта руководящая часть представляет. У нас-то ведь тоже история, когда пытаются навязать это мнение, что мы там спойлер, что там кто кем-то создан, да, но если посмотреть историю создания, кто читает материалы о нас, ведь то, что мы достаточно крепко стали стоять на ногах среди непарламентских партий, связано с тем, что нам ни год, ни два, ни три история началась еще вот в этом далеком 2004-м году. Когда в 2003-м, с начала года, Зюганов договорился с Юлкусом, с Ходорковским, многие уже не помнят, где-то порядка 30 человек крупного олигархата были включены в списки КПРФ. Тогда эксперты разные заявляют, что порядка там 70 миллионов долларов за это было отдано. И когда наступили выборы, естественно, шил это в мешке не утаишь, когда у тебя в списке в депутаты Госдумы стоят люди с официальными миллиардными состояниями, причем, которые все были нажиты за счет экспроприации народной собственности. Нет ни одной партии, где бы не было таких членов. Буржуазной партии. Вот у нас списки нет. А, ну, принципиально. Они практически не верны. ни одного олигарха. Идеи. Да. И как следствие, если вы вспомните итоги выборов 2003 года, КПРФ с 23% упала до 13,5%. То есть 10 практически процентов избирателей, половина КПРФ отказала ей в доверии. Как следствие, естественно, начался внутрепартийный сложный процесс, когда партийные массы значительно сказали, что Беларина Вичевна за это надо подавать в отставку, за такой ущерб. Окей. Давайте вернемся к нынешнему времени, потому что не так много у нас эфира. Вы сказали, что силится, увеличивается поддержка вашей партии, увеличивается количество членов партии по всей России. Сколько сейчас членов в коммунистах России? У нас сейчас 75 региональных отделений и порядка 50 тысяч членов. Конечно, отделения разные. Если мы сравниваем с КПРФ, там сколько членов, вы знаете? Ну, они официально декларируют, по-моему, порядка 170-180 тысяч, то, что вот в Минюсте... То есть у вас одна треть где-то? Ну, по нашим оценкам их реально примерно столько же, если говорить о ходящих, активных членах, да. У нас просто очень интересный сплав получился молодежи и ветеранов партии, но средний возраст в партии где-то порядка 35-37 лет. То есть у вас все-таки молодые и активные как раз... потому что, вот я буквально минуту уделю, хоть и время ограничено, в 2004 году произошел КПРФ раскол, который был следствием выборов третьего года. Когда не удалось Зюганова снять, хотя был пленом, где было большинство членов ЦК, его сняли, и был съезд, на котором его не избрали, но, к сожалению, под давлением администрации президента Минюст не зарегистрировал в итоге тогда официальной смены Зюганова на тогда коммуниста, губернатора Ивановской области Тихонова Владимира Ильича. И тогда была первая попытка создать альтернативную компартию. Она называлась Российская компартия будущего ВКПБ. Это вот конец 2004 года. К сожалению, наши старшие товарищи, хотя потенциал был достаточно мощный, тоже где-то около 50 тысяч членов КПРФ тогда вышло, половина первых, 40% примерно первых старей обкомов КПРФ тогда вышло, около 10 депутатов в Госдуму, два действующих губернатора-коммуниста, но, к сожалению, им зарегистрировать тогда не удалось. Мы, руководящая сейчас часть нашей партии, тогда возглавляли Союз коммунистической молодежи Российской Федерации. То есть мы фактически были молодыми комсомольцами и коммунистами. И когда через 3-4 года ясно стало, что наши старшие товарищи ветераны не смогли все-таки добиться создания партии, мы уже ударными силами комсомольской нашей команды поняли решение, что если мы это с нами не поднимем, то так и не будет в России возможности. Вы идейные. Да, мы идейные. Я поняла, в отличие от КПРФ, вот вы говорите, что они не идейные, предали идеи коммунизма, а вы идейные. Возвращаемся к отделениям партии в регионах. Есть ли в Кировской области отделение партии Коммунисты России? Да, есть отделение. Оно было еще зарегистрировано как еще и общественная организация в 2009 году. Потому что начали свой путь возрождение еще с 2009 года. В 2012 году уже было зарегистрировано как политическая партия. Оно пока небольшое, это несколько сот человек. Несколько сот человек в Кировской области, членов вашей партии? Да, значит, они ведут работу. Возглавляет Барсуков Николай Александрович. Он убежден на коммунист всю жизнь. Его отец Александр Валентинович Барсуков, он был вторым секретарем обкома КПРФ в Царстве Небесном. К сожалению, погиб на выборах, когда со встречи с избирателями возвращался в 2003 году. И Николай был тоже членом КПРФ. И большая часть наших членов партии здесь, это тоже многие из них, были либо членами КПРФ, либо комсомольцами. Вот сейчас мы ведем активную работу по расширению рядов и выстраиванию организации, чтобы в каждом районе области были наши представители. Цель у вас какая в Кировской области? Ну, создать сильную организацию и заставлять власть принимать социальные решения, усиливать... Как у всех партий. Ну, как у всех партий, но у нас, кстати, я всем всегда говорю в интервью, что, поскольку мы молодые и идейные, мы понимаем прекрасно, что главной целью партии на первом этапе должно быть взятие власти. Вот, давайте к этому. Должно быть взятие власти. Еще раз возвращаемся к тому, что у нас выборный год. Есть ли у вас в этом году в Кировской области претензии на то, чтобы продвинуть своего кандидата в законодательное собрание Кировской области или в Госдуму? Это просто безусловно, поскольку этот выборный год, он очень тяжелый. На самом деле, ну, вот наши там сторонники, наши отделы слушателей, они слышат о выборах от выборов к выборам, да, меж тем, вот мы как партия четыре года с момента перехода в статус партии, мы в непрерывном практически процессе выборов находимся, потому что я могу сказать, что по стране выборы идут постоянно. То есть, муниципальные, сельсоветы, выборы до выбора и перевыборы. Но в этом году вал выборов просто колоссальный. Помимо Госдумы, и напомню нашим слушателям, что в этом году Дума избирается по новому, старому принципу. То есть, два созыва Госдумы избирались только по партийным спискам, а сейчас опять возвращены одномандатные округа, это будет смешанная система, то есть, 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 по одномандатным округам, опять, каждый избиратель, в принципе, это мы считаем тоже правильно, будет иметь своего депутата, который должен будет отвечать за территорию. Но помимо этих огромных достаточно выборов, еще будут избираться 38 законодательных органов субъектов федерации. И в Кировской области тоже будет избираться областной парламент. Областной и еще муниципальный. И еще огромная куча муниципальных выборов, поэтому мы, как партия, традиционно будем стараться принять участие везде. Так, вот интересно, в Кировской области. В Кировской области в обязательном порядке будет выдвинут и список избирательной партии в областной парламент, и кандидаты-одномандатники. Безусловно, будут одномандатные округа закрыты тоже нашими кандидатами. У вас два одномандатных округа. У нас нет проблем благодаря вот этой четырехлетней работе и наличию сейчас вот фракции регионального уровня в Хакасии. Мы имеем по закону преференцию участия в выборах в Госдуму без сбора подписей за список и за кандидатов-одномандатников. А это достаточно сложная была бы задача, потому что за каждого одномандатника надо было собрать примерно 15-16 тысяч подписей. Ну, помимо того, что это просто технически тяжело, еще по ним, как правило, не регистрируют эти буржуазные комиссии, легко даются отказы. У нас буржуазные избирательные комиссии. Да, буржуазные избирательные комиссии. Поэтому таких партий всего 14. Четыре парламентских и десять непарламентских. Мы в этот состав входим, поэтому, естественно, однозначно мы на выборы в Госдуму будем бороться как за список, так и в одномандатных округах. Кто пойдет в Госдуму по вашим от коммунистов России в Кировской области? Ну, этот вопрос сейчас обсуждается, потому что это преференция съезда партии, которая будет выдвигать. Но это будет ваш человек или партия поддержит какого-то другого кандидата? Могут быть разные варианты. Я думаю, что высокая вероятность, что коммунисты нашей Кировской области выдумывают, конечно, на первую сфитаря Барсукова Николая Александровича. Коммунисты России Барсукова в Госдуму. Да, по одному из округов. Какой из них будет? А дальше у нас традиционная партийная система. По какому округу пока непонятно. У нас традиционная партийная система. Областные комитеты и партийные организации обсуждают предложения. Обсуждают их и выносят на съезд. Они еще вам не доложили, куда и кого будут выдвигать? Пока у них целый ряд кандидатур. Естественно, это пока не озвучивается, потому что это в состоянии внутрипартийного обсуждения. Вы свои шансы как оцениваете в Кировской области? Госдума, ЗАГС Собрание сколько мест? И, может быть, вам уже озвучены муниципалитеты, где у вас крепкие позиции посчитают ваших членов? Ну, по муниципалитетам пока сложный вопрос. По выборам в областной парламент в Государственную Думу мы видим, что по многим регионам при хорошей работе на выборах озвучены наши позиции от третьей до половины избирателей, традиционно голосовавших за коммунистов, за левых политиков, готовы нашу партию поддержать. Поэтому в целом по стране на выборах в Госдуму мы надеемся завоевать как минимум 12%. В Кировской области вы видите, что есть шанс, что Брасюков куда-то продвинется? Я думаю, что тут есть шанс и как по общепартийному списку в Госдуму набрать хороший результат. Я думаю, что с учетом достаточно большого количества людей, сторонников в Кировской области может быть до 15% результат. В ЗАГСобрании? Ну, там они, скорее всего, поскольку это единый день голосования, скорее всего, традиционно те избиратели, которые уже голосуют в Госдуму за ту или иную партию, они в ЗАГСобрании скорее всего будут практически одинаковые. По одномандатникам иногда расходятся что-то могут быть привязанности избирателей к личности, еще к каким-то вещам. Поэтому я думаю, что результат до 15% достаточно реален. Другой вопрос, что по многим регионам мы не можем его отстоять, к сожалению, при том, что есть и честные комиссии, которые считают честные, есть и комиссии, которые потом, пардон, по беспределу переписывают протоколы. Вы с ними как-то разбираетесь? Ну, вот, например, мы имели беспрецедентные по фальсификации выборы в парламент Владикавказа, где из 126 участковых комиссий мы в 62 поймали прямое расхождение ГАЗ-выборов с протоколами выданных комиссий. Что с ними сделано? Шел судебный процесс, естественно, в рамках муражевого суда нам традиционно отказали, но мы сейчас, поскольку у нас есть уже экспертное заключение о фальсификации этих выборных документов со стороны комиссии, то есть у нас есть протоколы со всеми подписями живыми членов комиссии, которые отличаются от тех данных, которые введены в ГАЗ-выборах и от тех протоколов, которые повторная комиссия написала и дала в суд. Поэтому сейчас мы требуем возбуждения уголовного дела и будем этот процесс добивать. Но, к сожалению, это помогает только на будущее напугать фальсификаторов. Что тоже, между прочим, важно. Сейчас мы перейдемся на очередной буржуазный перерыв. Реклама на их две минуты. Это особое мнение Максима Сурайкина, лидера партии «Коммунисты России». Микрофона Светлана Занько. Мы продолжаем. Я бы хотела сейчас в течение одной и полутора минут завершить с вашими видами на выборы в этом году. И остановились мы на том, что вы считаете, что есть все-таки... Мы говорили о том, что у вас есть шансы на то, что у вас и в муниципалитетах, и в Заксобрании будут представлены ваши кандидаты. Да. Так. Я вас спрашивала, в каких конкретных муниципалитетах у вас твердые позиции в Кировской области. Лучше, если вы скажете в эфире, то, в чем вы мне признались... Ну, я честно скажу, что я прилетел вчера самолетом поздно ночью уже в начале первого, поэтому с утра у меня первая встреча с вами была намечена, и сегодня будет заседание областного комитета наших коммунистов. Я с ним встречусь, и там мы уже подробно обсудим. Поэтому я сейчас конкретной информации не имею. Чтобы не вводить за убуждение наших радиослушателей, лучше я при следующем визите вам это подробнее расскажу. Ну, вот еще в оставшееся время я бы хотела нашим слушателям предоставить некоторую информацию по позиции партии, за что вы боретесь, где у вас основные такие моменты, которые вы озвучиваете в Госдуме, например, и непосредственно по вам, Максим. Есть, естественно, информация, одно из самых ярких событий в вашей жизни политической было, это выборная гонка на пост губернатора Нижегородской области. Это было очень интересно, потому что среди всех кандидатов именно вы обещали, что сделаете уровень жизни нижегородцев выше уровня жизни москвичей. Вы сейчас считаете возможным совершать такой прорыв в регионах? Ну, я в этом абсолютно убежден. Ну, вот вы вспомните период советский, да, например, после революции, после гражданской войны. Буквально за 2-3 пятилетки всю страну с нуля построили, да. После Второй мировой войны опять за 2 пятилетки всю страну построили. Поэтому, если власть эффективно трудится в интересах народа, а уж с сегодняшним экономическим потенциалом и рычагов, возможно, достаточно, да, что уровень жизни населения можно поднять в разы. Как можно поднять уровень жизни населения в регионе хотя бы до, там, уровня жизни москвича? Ну... Еще чего? Мы же знаем с вами, что все финансовые потоки, вся политическая жизнь в Москве. Да, элементарно. Вы откуда прилетели сегодня ночью? Из Москвы. Из Москвы, конечно. Вот везде, как отжать деньги у Москвы, чтобы сделать регионы процветающими? Да, вся беда-то в том, что многие власти региональные... Вы понимаете, парадоксальная ситуация. Вот помимо отжатия, это само собой, это отдельная... Ну, я пошутила, конечно. Или я права, что надо отжать деньги у Москвы? Даже не забирают те деньги из Центра, которые им Центр готов дать. Да? Ну, скажем, по Кировской области я статистику пока не имею, не могу вам сказать. Да, сейчас у нас наши аналитические отделы готовят. А, скажем, например, ну, тут же Дагестан, да, там я туда очень много тоже летал. Региону положено дотации Федерального Центра по грантам на решение проблем по Кавказу. Ну, вот в рамках избирательной кампании я проехал много предприятий. Нижегородская область это достаточно, как бы, такой промышленный регион. И, вот, например, там Красная Сормова, да, это огромный завод, который может производить как минимум порядка 12 крупных кораблей, там, или подводных лодок, и в советское время он был полностью загружен. Там порядка 40-50 рабочих, тысяч рабочих местных. Военно-помышленный комплекс. Да. Сейчас там работает в 10 раз меньше, да, и делают они вместо 12-15 судов, да, один. Поэтому ничто не мешает губернатору, да, добиться военных заказов, на которые сейчас миллиардные бюджеты, триллионные выделяются, и загрузить, скажем, это конкретное предприятие, которое сразу даст Нижегородской области там 30-40 тысяч рабочих мест. А мы разве вот подобные сюда где-то в другом регионе заказывали, в другой стране? Есть еще завод, производящие аналогичные в Архангельской области, там, в Северодвинске. Но, например, гособоронзаказ, да, если его не вытаскивать, не выдирать, не добиваться там его расширения, он будет вот так медленно, буксуя и так далее. А что-нибудь более мирное развивается в Нижегородской области? Можно ли? Конечно, можно, там, скажем, в том же Арзамасе есть прекрасное предприятие по производству машин для коммунального обслуживания. То есть, вот, там, уборщики, моющие машины, возящий мусор, да. Но одним предприятием ведь глобально не изменится. Нет, ну, таких предприятий, вот, и даже в рамках выборной кампании, я там, наверное, несколько сот объездил, да, вот, и, например, тоже это предприятие. Ты губернатор, ну, да, бейся ты в правительстве введение дополнительных налогов на ввоз иностранной техники, чтобы спрос на этом предприятие... Сейчас ее вообще не ввозят, так что все карты в руки. Я чуть не вижу, что изменилась ситуация за два года вот этого запрета. На самом деле, там запрет не на все, да, и в рамках... Сейчас увеличивают к вашей радости. Это да, но вот губернатор конкретной области, да, зная свою область, может в правительстве лоббировать конкретные там налоговые видоизменения, которые будут стимулировать развитие экономики области и конкретных предприятий. Правильно я вас понимаю? Тут несколько методов получается, чтобы благосостояние региональных жителей поднять. Это, во-первых, запретить ввоз всего не внутреннего иностранного, во-вторых, вытащить деньги из Москвы, ну, жестко так, ну, вот две таких позиции я услышала. Значит, ну, а победить коррупцию, нет? Значит, сейчас я об этом тоже скажу. Мы, кстати, в рамках предвыборной кампании выдвигаем тезис о возвращении смертной казни за тяжкие преступления, в том числе за коррупцию, потому что, как минимум, по оценке разных экспертов, от 10 до 30 процентов бюджета России в разных регионах и на разных уровнях по-разному, да, вследствие коррупции уходит, скажем так сказать, нецелевым образом. Поэтому, вот, то, о чем мы с вами говорили, да, если говорить об управлении конкретно взятой области, мне вот Нижегородская очень хорошо знакома в рамках того, что я губернатор там баллотировал, сейчас тоже меня ком приглашает и возглавляет там, как правило, партийные списки на выборах. я вижу, что если разумно запрещать ввоз конкурирующих товаров с производством, которые есть на территории области, да, то можно поднять размер заказа. Можно договориться с Москвой о переспределении налогов. В той же Нижегородской области, там, точных цифр я не вспомню, но она регион-донор, и где-то только процентов 20 от доходов области возвращается в бюджет области, все уходит в федеральный центр, да, скажем, с федеральным центром тоже можно обсуждать. А с коррупцией надо беспощадно бороться, мы тогда можем действительно эффективность бюджета увеличить раза в полтора года. Посадки и смертная казнь. Безусловно. Как в Китае. Да, и благодаря этому там достигается эффективность сохранения государственных средств. Тот же Сингапур, ведь там была жесточайшая борьба с коррупцией, там один руководитель из Сингапура тогда сказал, что мне борьба с коррупцией стоила смертной казни моего личного долга. Да, это есть. Максим Сурайкин, лидер партии и коммунисты России. У нас в эфире остается всего буквально три с половиной минуты. Еще несколько идей, которые вы отставите на протяжении уже многих лет. В 2013 году, когда был разговор с Владимиром Владимировичем Путиным, тогда лидеры партии могли высказываться на круглом столе и стенограмму в интернете, где Максим Сурайкин беседует с Путиным. Мы говорили следующее. Планка, от которой начинается достойная жизнь пенсионера, это где-то 30 тысяч рублей в месяц. 3 года при нынешнем уровне цены в курсе рубля, упавшего с тех пор более чем в 2 раза, сейчас от такой суммы начинается достойная жизнь пенсионера? Ну, я думаю, сейчас, безусловно, эта сумма увеличилась, потому что мы все знаем, что цены на продукты и товары самого потребления выросли в 1,5-2 раза в среднем. Поэтому, я так думаю, что порядка 50-60 тысяч, мы просто считаем то вообще положение, которое с пенсием есть все эти 20 лет и даже в последний период, оно просто аморально. Потому что... Вы знаете, какая сейчас минимальная пенсия, она сравнима с минимальной корзиной, с минимальной оплатой труда, а средняя пенсия, например, по Кировской области, учитывая, что есть пенсионеры, которые сотни тысяч рублей получают, она составляет 13 тысяч на пенсию. из которых половина уходит на жилищиков. Откуда деньги? Мы считаем, что если широкомасштабную национализацию провести в стране... А что еще национализировать нужно? То, что в 90-е отдали. Практически во всех отраслях экономики, основные, безусловно, недродобывающие, недобрабатывающие, предприятия были приватизированы, и сейчас 80% их доходов уходит в бюджеты всего лишь тысячи семей в России. И вот эти деньги, если вернуть в бюджет России, он увеличится раз в пять. Вот вам и деньги. Тем более, что вот эти многие предприятия... Кого забрать-то нужно по фамилии? Как так вот две-три фамилии? Да, Господи, тут же Прохоров, Потанин, Перепаска, и так далее, и так далее. А те большие, которые приближенные к Владимиру Владимировичу, друзья, которые... Я думаю, что забрать надо у всех. У всех? Конечно. Может быть, кто-то более как-то приватизировал правильно, а кто-то менее правильно приватизировал? Ну, мы с вами прекрасно знаем, что все... У всех? Да, что было... Неважно, насколько близки они... Все украли. Ну, конечно. Кому? Ну, я думаю, что если Владимир Владимирович действительно по этой линии, по которой он, к счастью, потихонечку двигается, да, там... А он двигается, вы считаете? Ну, мы видим, что... Отобрать приватизированный, вернуть в бюджет... По линии выстраивания все-таки социального государства. Вы заметьте, у него и в выступлениях, и так далее, и он с каждым годом левее и левее становится. Я не исключаю, что если он по этой линии продолжит двигаться, если уж будет принято решение на национализацию... А как это сказалось на населении? Его олигархи могут и сами все отдать народу. Как это сказалось на населении, вот это движение нашего президента, вот сейчас, вот за три года, вот вы в тринадцатом году с ним разговаривали, сейчас у нас буквально минута остается, шестнадцатый. Что улучшилось в жизни тех же пенсионеров, права которых вы отстаиваете, в связи с тем, что руководство высшее у нас движется все левее и левее по линии социально-ответственного государства? Вы же понимаете, что... Что конкретно изменилось? Пенсия та же, она не выросла, рубль упал, на медицину жалуются, в образовании жалуются, сокращаются ставки там же. Что изменилось в твоей лучшей истории? К сожалению, во внутренней экономической системе не только не изменилось, а ухудшилось, именно тут говорить... Кто виноват? Осталось сказать, это все, что хватает времени. что виноват правительство и нерешительность Владимира Владимировича в решении этих вопросов. Потому что то правительство, которое существует, это явно либеральное правительство, у них подход один, все переложить на плечи населения ветеранов и так далее, у всех все отобрать и желательно, чтобы бюджет вообще ничего не утратил на народ. Поэтому это правительство надо отправлять в отставку. И отправить его должен Путин? Как президент он имеет соответствующий полновод. А назначить кого? Чем он дольше будет тянуть? Я думаю, что надо собирать патриотическое правительство из представителей оппозиционных партий, которые... Каких? Перечислим. Ну, на самом деле, надо из нашей партии формировать правительство. Из коммунистов? Да, мы найдем достаточно профессионалов, которые будут бороться за интересы простых людей. Понятно. Максим Суракин, лидер партии «Коммунисты России», был сегодня в особом мнении. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Всего доброго.